Существует гипотеза, согласно которой такие качества личности человека, как характер или интеллект после смерти физического тела, не исчезают. Не исчезают, а лишь переходят в другую реальность, в другой мир. Первым эту гипотезу озвучил знаменитый американский изобретатель Томас Эдисон. Он был уверен, что сознание человека не только не умирает, но и сохраняет связь с материальным миром. В 1920 году в интервью журналу «Наука Америки» Эдисон предположил, что умершие смогут общаться с живыми с помощью особых передатчиков, и заявил, что собирается создать аппарат, с помощью которого человек в любой момент, как по телефону, сможет связаться с умершими. Потратив на разработку этого устройства долгие годы, связаться с жителями того света Эдисон все же не смог. Как, впрочем, и современные ученые-разработчики так называемого психофона. Одним словом, переговорное устройство с потусторонним миром до сих пор не сбывшаяся мечта. Однако, в 60-е годы прошлого века простая английская домохозяйка Розмари Браун вдруг заявила, что без всякого психофона общается с давно умершими знаменитыми композиторами, которые с того света диктуют ей свои новые произведения. Этот случай вошел во все энциклопедии необъяснимого, и разгадать его не могут до сих пор. Ведь в доказательство своих контактов с Листом, Бахом, Брамсом, Шопеном, Шубертом и другими великими композиторами прошлого Розмари предъявляла написанные под их диктовку музыкальные произведения просто высочайшего уровня. Профессионалы, ознакомившиеся с произведениями, полученными миссис Браун от покойников, единогласно отмечали наличие в каждом из них неповторимого стиля того самого композитора, от которого англичанка получала подарок. Все это первоначально не вызывало никаких сенсаций. Мало ли, среди шарлатанов хороших музыкантов, способных сносно имитировать музыкальный стиль умерших гениев. Однако, к удивлению журналистов, которые задались целью вывести Розмари на чистую воду, ее музыкальные способности-то оказались ниже среднего уровня. Розмари Браун родилась в 1916 году. Отец ее был рабочим электриком, мать официанткой в забегаловке. Родители попытались было приобщить дочь к музыке, но первый же преподаватель поставил на этой затее крест. Девочка начисто была лишена слуха и чувства ритма. Дальше нескольких уроков с альфеджио и азов нотной грамоты дело не пошло. И вот представьте себе, малограмотная в музыкальном отношении мать двоих детей вдруг начинает заваливать консерваторских профессоров нотами виртуозных произведений, написанных в манере Брамса и Бетховена, Баха и Грига, Дебюсси и Моцарта, Листа, Рахманинова, Шуберта, Шопена, Шумана. Сочинить все это сама миссис Браун никак не могла, просто в силу своей музыкальной необразованности. По рассказам самой Розмари началось все, когда она как-то села за рояль и попыталась наиграть какую-то мелодию. Неожиданно какая-то невидимая, неведомая сила сковала ее пальцы, и Розмари услышала тихий голос, который велел приготовить нотную бумагу. А когда потрясенная женщина выполнила эту просьбу, голос стал диктовать ей ноты, а потом представился композитором Ференцем Листом. Скептики принялись утверждать, что за спиной миссис Браун стоит кто-то другой, действительно обладающий музыкальными талантами, но на это сказали свои веские феографологи. Ноты оказались написанными рукой Розмари Браун. Но каллиграфия соответствовала манере того композитора, чье предположительное авторство проставлено на заглавном листе. Возникла идея, что, возможно, в руки Розмари попала неизвестная коллекция из неопубликованных произведений музыкантов прошлого, но и эту гипотезу дружно обсмеяли искусствоведы. Да, не все музыкальные произведения дошли до нас, до наших времен. Многие утрачены, но Розмари Браун принесла ученым более 400 произведений, приписываемых доброму десятку авторов. 400! Более 400 произведений. Возможность внезапного появления такого огромного количества ранее абсолютно неизвестных музыкальных творений искусствоведы назвали просто невозможным. В 1971 году музыкальная фирма «Филлипс» выпустила два диска с мелодиями, полученными мисс Браун с того света. Многие из этих композиций сегодня исполняются симфоническими оркестрами и известными пианистами, некоторые из которых наиболее смелые авторами произведений называют тех, кого указала Розмари. Помимо надиктованных нот, миссис Браун выпустила три книги, повествующие о ее контактах с миром мертвых. «Загляни за сегодняшний день. Бессмертные со мной рядом и неоконченные симфонии». Ну, если интересно, разыщите в интернете и почитайте эти книги. А умерла она в 2001 году, унеся с собой в могилу самую жгучую музыкальную тайну в истории человечества. Ну, а в нашем эфире прямо сейчас прозвучит надиктованный английской домохозяйке бриллиантовый вальс, надиктованный из того света Февенсом Листом.